Всем привет! В эфире программа «Гаджетоманы» в студии Ким Коршунов. Александра Гришина. Самый-самый актуальный выпуск, наверное, за всю историю, потому что мы принесли самые свежие, самые актуальные флагманы этой осени. Если вы решили обновить смартфон этой осенью, подходящего, более подходящего времени не найти, потому что... Потому что у меня Sony Xperia Z3, Ким. А чем отличается Z2? Это он сейчас шутить пытается. Много чем, много чем отличается. А тебе что, есть чем похвастаться, что ли, в твоих айфонах? Да я... Ну тут факты говорят для тебя, смотри. Сразу понятно, где новая, где старая. То есть настолько все отличается, что... Что? Твои аргументы. Что у тебя интересного в Z3? Чем отличается Z3 от Z3? Смотри, он даже выключенный, посмотри, он прекрасен как. Посмотри, какой дизайн, какое стекло. И не трескается от первого встречного падения, между прочим. Это есть факт. Первый человек, который купил айфон в Австралии, это известный сюжет, он его нечаянно уронил. Когда вышел из магазина, высота падения один метр, с айфона все хорошо. Это ему повезло, а может быть у него с собой был какой-то тотем. Тотем? Какой тотем? Какие у тебя фишки есть? Как какие фишки? У меня премиальный дизайн, у меня прекрасные материалы корпуса, у меня свежий андроид, у меня много эксклюзивных функций. Это как говоришь, что у твоего кресла есть подушка, спинка и ножки. Вот у айфона действительно есть фишки. Сейчас вам расскажу, какие. Сколько было разговоров, сколько было сомнений, а сколько шуточек и насмешек. Но давайте перейдем к фактам. Новые айфон 6 и айфон 6 плюс были раскуплены, имеется в виду предзаказ рекордным тиражом. О смартфоне отзываются хорошо даже те, кто скептически относится к компании Apple. Компания смогла удивить. Снова. Это айфон 6, не плюс. Обычный цвет называется шампань. Смартфон доступен в трех вариантах. Есть еще просто серебристый и цвет под названием Space Gray. Называется темно-серый. Никогда бы, честно говоря, не подумал, что золотистый вот такой вот цвет мне понравится больше всех. Но это так. Цвет смотрится просто обалденно. Впрочем, решать, конечно, вам, что выбрать. Важный момент. Вне зависимости от цвета, скорее всего, придется покупать чехол. Об этом в один голос твердят почти все, кто уже протестировал этот смартфон. Вся конструкция смотрится просто шикарно. Вот смотрите сами. Но экран как бы переходит в боковины. Говорят, что если смартфон уронить, экран можно серьезно повредить. Тем более, что ожидаемого 100% сапфира тут, конечно, нет. Переходим к особенностям конструкции. iPhone 6 серьезно изменился внешне. Если сравнить с предыдущим поколением, со смартфоном произошло то, чего от него, как мне кажется, ждали очень много лет. Форма корпуса гаджета наконец-то стала похожа на iPod. Теперь здесь нет рубленных граней, как в iPhone 5 и 5s, только плавные линии. Корпус полностью металлический. Естественно, это алюминий. Диагональ экрана смартфона составляет 4,7 дюйма. Еще до анонса iPhone 6 в сети появились рисунки, на которых иллюстраторы изображали экран смартфона чуть ли не до самой боковины. Как видите, окантовка по-прежнему солидная. Она есть, но это, кажется, никого не смущает. Новый iPhone 6 самый тонкий из всех смартфонов Apple. И, пожалуй, впервые это ощущается так наглядно. Вы берете гаджет в руки и просто чувствуете это. Толщина смартфона составляет всего 6,9 мм. iPhone весит 129 граммов. Компоновка клавиш привычная. Кнопка Home, она же сканер отпечатков пальцев. Кстати, она стала чуть меньше в размерах. Но пользоваться ей по-прежнему удобно. Справа кнопки громкости и кнопка беззвучного режима. Слева гнездо наносим-карты и непривычная кнопка блокировки экрана. Все просто. С большой диагональю дотянуться до верха будет уже непросто. А тут кнопка самое оно. Снизу динамик, микрофон, гнездо для наушников и, самое интересное, разъем Lightning. Да, он как бы с виду такой же точно, но теперь сюда можно подключить наушники. Он к тому же усилен. Пока моделей, разумеется, немного, но, например, компания Philips уже представила такую новинку. Как вы все, конечно, знаете, Apple показала сразу два новых iPhone. Диагональ второго составляет 5,5 дюйма. Он называется iPhone 6 Plus. Диагональ младшей версии 4,7 дюйма. Разрешение 1334 на 750 точек. Кто-то может начать жаловаться, мол, мало и все такое, но картинка здесь не вызывает никаких нареканий. Четко и насыщенное. К тому же, больше увеличивать число пикселей на квадратный дюйм бессмысленно. Глаз человека просто не увидит никакой разницы. Переходим к начинке. Что самое интересное, как мне кажется, владельцы iPhone об этом думают меньше всего. Все привыкли, что смартфон работает плавно, и что бы вы на нем не запустили, все работает четко и без проблем. Внутри iPhone 6 процессор A8. Если не вдаваться во все технические подробности, могу сказать, что скорость графики выросла на 50%, а скорость вычислений на 25%. Внутри всего 1 гигабайт оперативки, и многие говорят, что это серьезный минус. Ну, как бы да. Но, пожалуйста, все работает четко, никаких проблем. Пожалуйста, приложения работают идеально. Как и предыдущая модель, iPhone 6 поддерживает LTE, Bluetooth и Wi-Fi. Появилась поддержка NFC, правда, немножко в урезанном виде. С помощью этого модуля можно только совершать платежи с помощью системы Apple Pay. Наши коллеги, разобравшие смартфон, говорят, что там внутри хорошая защита от попадания жидкости. Это важно, хотя Apple это, конечно, не афиширует. Поговорим о камере. Если снова обратить внимание на тех, кто только жалуется и все такое, можно услышать о том, что здесь камера торчит из корпуса, и мегапикселей всего 8, как раньше. На деле появилась новая система фокусировки, а качество снимков по-прежнему высокое. В самом меню камеры есть новая функция, но это как бы уже заслуга iOS 8. А вот фронтальная камера и вправду, честно говоря, подкачала. Здесь по-прежнему 1,2 мегапикселя. Любители селфи, мне кажется, немножко расстроятся. Говоря про iOS 8, можно не вдаваться в серьезные детали. На первый взгляд здесь почти все то же самое, даже выглядит точно так же. Конечно, улучшилось быстродействие, исправлены ошибки, появилось кое-что интересное. Например, пункт здоровья. Можно ввести свои параметры, отследить качество сна и питания, заполнить медкарту или синхронизировать смартфон с Nike Fuel. На новых iPhone 6 и iPhone 6 Plus двойное касание ненажатия сдвигает экран наполовину вниз, чтобы можно было дотянуться до верхних иконок. В меню камеры появилась возможность сделать таймлэпс и установить таймер. Также появились новые возможности работы с редактированием фотографий. Конечно же, вы все хотите знать, как там поживает новый аккумулятор. Может быть, появился топливный элемент или еще какая-нибудь фишка, чтобы не бегать весь день от розетки к розетке, но, к сожалению, не так. Емкость немножко увеличилась, но смартфон по-прежнему работает, скорее всего, один день от одного заряда аккумулятора. Теперь, внимание, цены. В этом году творится что-то действительно интересное. Официально iPhone 6 и iPhone 6 Plus приехали в Россию всего неделю спустя официального анонса. И цены, ура, вполне гуманные. iPhone 6 доступен с модулями памяти на 16, 64 и 128 гигабайт. Младшая версия обойдется в России всего в 32 тысячи рублей. Ну, аргументы остались какие-нибудь? Сколько стоит твой телефон? Мой телефон стоит без 10 рублей 3 тысячи. Ой. И тут я проснулась. Без 10 рублей 30 тысяч. Это вот... Ну, схитрить не получилось. У меня к тебе вот такой вопрос. Смотри, ты пришла покупать машину, так получилось. Ну, ну. Немецкая, русская машина? Что ты купишь? Немецкую. Немецкую. iPhone 6. С какой стати? Почему это немецкая, а это не немецкая? Ну, да, это не немецкая, это японская, даже еще лучше. Сколько людей сейчас на улице в Москве, где угодно по России, ездят на Ладе Калини и на какой-нибудь там Volkswagen Polo. Посмотри. Где Лада Калини? Вот это Лада Калини? Согласна, да. Столько же понтов совершенно не нужно. Это номер миллионов, миллионов людей. У меня есть к тебе весомый аргумент. Я ни разу не видел человека в метро. Ну, может, там один раз, когда давно, я так, ну, курьер был, кому-то, вез. Человека с телефоном Sony. Ну, не знаю, так получается. Дело в том, что люди, которые ходят в Sony Xperia Z3, в метро не ездят. А где они дома сидят? Их водитель личный водит. Я не знаю, троллейбусы, что ли, водят они. Короче, ну, догажи, почему этот телефон... Легко. Давай. Всем привет. У меня Sony Xperia Z3. Это, как ясно из названия, уже третья Z-ка в линейке Xperia от Sony. Сразу признаюсь, особенной интриги здесь нет, потому что от Z2 она и правда практически не отличается. Оно и неудивительно. Смартфон выпущен всего спустя полгода после анонса предыдущей модели. За это время придумать что-то кардинально новое, а даже если придумать, то потом воплотить и пустить в серийное производство, это практически невозможно. И все же нельзя сказать, что это тот же самый смартфон. Многое изменилось, притом в лучшую сторону. Он стал более сбалансированным, утонченным, элегантным. Словом, в этот раз гаджет доведен практически до совершенства. Сами посмотрите. Во-первых, дизайн. Конечно, чувствуется преемственность. Это те же премиальные материалы корпуса, стекло, алюминий. Это те же плавные линии, строгость, форм. Но кое-что изменилось. Смартфон стал тоньше и легче. Вообще, эргономики я поставлю здесь 5 с плюсом. В руке он лежит отлично. Важно, что при этом при всем сохранилась диагональ экрана. Она по-прежнему составляет 5,2 дюйма. Во-вторых, начинка. Она вроде бы такая же. Это 3 гигабайта оперативной памяти, это 16 гигабайт для хранения данных. Это все тот же самый процессор Qualcomm Snapdragon 801. Правда, здесь ядра, их, напомню, 4, разогнали. Теперь частота ядра составляет 2,5 ГГц. И, наконец, в-третьих, энергопотребление. В Sony Xperia Z3 оно действительно выше всех похвал. Наши коллеги с сайта Phone Arena провели небольшое тестирование. Они проверили, сколько Xperia Z3 сможет проработать в автономном режиме при сильной стабильной нагрузке. Оказалось, 9,5 часов. Прямые конкуренты гаджета с этим не справляются. Например, Samsung Galaxy S5 погибает через 7 часов 12 минут. А свежая Lumia разряжается всего за 4,5 часа. Помимо прочего, есть фирменный режим Stamina и UltraStamina. Режим Stamina – это классический режим экономии заряда аккумулятора. Доступен он вот здесь вот в быстрых параметрах в выпадающем меню. Включаем режим. И смартфон перестает функционировать, когда экран выключен. Включаем экран обратно. Все. Смартфон снова работает в полную силу. А вот с режимом UltraStamina все не так очевидно. Функция включается через расширенное меню настроек и полностью меняет интерфейс смартфона. Отрубает практически все посторонние функции, оставляя пользователю только самое важное и необходимое, вроде звонков и смс. С софтом у Sony Xperia Z3 вообще все хорошо. Помимо встроенных предустановленных сервисов от Google, здесь все и почта, и календарь, и плей-игры, и книги, и YouTube, ну, словом, все-все-все. Есть фирменные соневские приложения. Например, плеер Walkman, который гарантирует не только хороший звук, но и удобный интерфейс. Здесь агрегируется вся музыка, хранящаяся на устройстве. Также есть, например, интересное приложение LifeLog, которое позволяет следить за своим образом жизни, за питанием, за активностью, в том числе и фитнес-занятиями. Что еще важно в современном смартфоне? Конечно, камера. Здесь разрешение основного фотомодуля составляет, как и в предыдущей модели, 20 мегапикселей. Что лично мне понравилось в камере, так это то, что она прекрасно размывает фон, даже в авторежиме. Что до фронтальной камеры, то никаких изменений она не претерпела. Все те же 2 мегапикселя. А вот это уже странно. В эпоху всеобщего помешательства на селфи, ну могла бы Sony уже ответить на тренд и поставить здесь сенсор с 5 мегапикселями. Ну или хотя бы вспышку. Не знаю, не знаю. Словом, я расстроена. С другой стороны, фотографироваться можно под дождем и на дне морском. Из-за того, что смартфон полностью защищен от воды и пыли. Защита гаджета соответствует стандартам IP65 и IP68. Знаете, мы часто слышим эти цифры, но не всегда до конца понимаем, что же они значат. Так вот, я сейчас объясню. Итак, вся эта история с IP – это международная система классификации защиты устройств от проникновения посторонних предметов и воды. Первая цифра традиционно отвечает за предметы. Ну, обычно пыль. Чем выше цифра, тем выше степень защиты. В данном случае это 6 – самый максимальный показатель. То есть от пыли Z3 защищена более чем полностью. Вторая цифра отвечает за воду. В данном случае это 8. Опять же, максимальный показатель – полная водонепроницаемость. То есть работать Xperia Z3 может даже под водой. По традиции проверяем. Но прежде чем погрузить Xperia Z3 в воду, я хочу проверить, все ли заглушки плотно закрыты. Все плотно закрыты, погружаем. Итак, на прикосновение смартфон не реагирует, потому что мои пальцы он путает с водой, а воду с моими пальцами. Поэтому что-то здесь открыть из приложений сложно. Зато, зато, ну-ка достанем, чтобы удобнее было. Зато ничто не мешает нам нажать на физическую кнопку камеры. Вот видно, да, что тут происходит. Камера работает, мы можем спокойно сделать снимок в любую сторону. В общем, прекрасное решение для поклонников Красного моря и красивых подводных пейзажей. Ну и самое время подвести итоги. Смартфон Sony Xperia Z3. Это прекрасный дизайн, хорошая эргономика, это сбалансированная производительность, это продуманное энергопотребление, это хорошая софтовая поддержка, ну и, наконец, это шикарная камера, которая может снимать даже под водой. Словом, Sony молодцы. Я не знаю, кто может лучше. Ким, кажется, настал тот самый неприятный для тебя момент сегодняшней передачи. Когда ты признаешь поражение. Когда ты признаешь поражение. Нет, подожди. Вот знаешь, что такое iCloud? Ну, знаю. Вот старый iPhone, да, вот новый iPhone. Нажимаешь две клавиши, копия, полная копия. Результаты в играх, контакты, смски, все переносится почти мгновенно, но iPhone, это офигенно. Слушай, на любом Android есть практически то же самое, резервная копия телефона. Ким, вы со своим iCloud тут на днях так соцсети повеселили. Кто не в курсе, давай напомним, да? Давай. Интимные фотографии, звезд и знаменитостей. Без подробностей. Там такие подробности были, что мне до сих пор жалко детей, простите, которые это нечаянно увидели. Было дело, согласен, но iCloud с того момента, с того времени усилили настолько, что даже у самого Apple нет доступа никуда вообще. Тем более у спецслужб и так далее. Тим Куб написал письмо всем, я и уверен. У Sony Xperia Z3 все в порядке с безопасностью, как и со всем остальным. У него все нормально с производительностью, с памятью. Я не понимаю, какие у тебя могут быть претензии к этому прекрасному смартфону. Android работает каждый второй вторник месяц, в лучшем случае. Все остальное время он пытается работать. Как мне кажется, вы гонитесь на память. Ну это тебе кажется, ну попробуй. Два, три гигабайта. Вот, гигабайт, все работает прекрасно, понимаешь, все хорошо, все отлично. Без всяких там три, два, восемь гигабайт. Это сделано для людей. Ну согласись, чтобы убедил iPhone. Мне трудно это сделать, Ким. Согласись, чтобы убедил iPhone. С вами были гаджетоманы и от тебя пока подальше немножко расстроенная Александра Гришина и Ким Коршунов. Увидимся. Спокойно, хлебо, спокойно. До новых встреч.